Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции остановили на днях сразу двух водителей, которые переводили незаконные грузы в кузовах своих автомобилей. В одном из случаев мужчина даже не имел права садиться за руль и тем более управлять машиной, не прошедшей техосмотр. На автодороге границы Российской Федерации Гомель-Кобрин был задержан автомобиль Volkswagen LT35. В его кузове обнаружено 52 ящика с посудой. Сопроводительных документов у водителя не оказалось. Автомобиль с грузом доставлен в Добружский РОВД для проведения проверки. В этот же день был задержан и второй правонарушитель, в машине которого оказалось 7 тонн лома черных металлов. В металлолом изиат в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.17 кодекса об административных правонарушениях. Также на водителя составлены два административного протокола за то, что управлял транспортным средством, не имея на то права управления, и за то, что автомобиль не прошел государственный технический осмотр. Данные правонарушения были совершены повторно в течение года. Водителю грозит немаленький штраф, а также административный арест. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 ДТП. Лишь в одном из них был травмирован человек. На то самое место происшествия, кроме госавтоинспекции и медиков, выезжали также сотрудники МЧС. Произошло все в Калинковичском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter отвлекся от управления транспортным средством, выехал навстречку и совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra. Водителя легковой машины спасателям пришлось деблокировать. В легковом автомобиле оказался зажат водитель. Спасателями при помощи специального инструмента мужчина был деблокирован, передан работникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован. Водитель микроавтобуса не пострадал. С 19 по 23 марта на территории Гомельской области пройдет комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий «Арсенал». В его рамках правоохранители проверят владельцев зарегистрированного оружия. А также проведут оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Сотрудники УВД Гомельского облсполкома напоминают, что юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Таковое подлежит немедленной сдаче в милицию. Добровольно сдавшие освобождаются от уголовной ответственности. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова